Подсматривать и подслушивать, чего уж увлекательно для журналиста. Но эта слежка за беглыми для меня давно стала обузой. Ну зачем уже? В мае экстремисты проводили выборы в свой парламент. И можно было бы попросить инсайда у наших всемогущих друзей. Тогда мы бы получили легализованные для эфира и скриншоты внутренних переписок, и диктофонные записи, и секретные документы. Но есть минус. Информатора пришлось бы возвращать и терять канал. А зачем? Раз уж сами беглые свои выборы признали позором. Так что поработали журналисты сами по методичкам оперативно-розыскной деятельности. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему. Я буду рассказывать не про выборы беглых, а про западные особенности политики на примере выборов беглых. А это очень разное, потому что сами выборы, выеденного франком яйца, не стоят. В единый день голосования в Беларуси было 6 912 221 избирателей. По данным ООН, за рубежом проживало на 2020 год 1 426 626 этнических белорусов. Якобы из Беларуси вынужденно сбежали после 20-го 350 тысяч человек. А в выборах в Координационный совет белорусской беглой оппозиции приняли участие 6 723 человека. В политологии это мусор. Тема с мусором вообще была единственной интересной в электоральном процессе. Бывший милиционер Александр Азаров, создавший за рубежом псевдообъединение силовиков, потом его разваливший, укравший деньги и создавший новое псевдообъединение, вдруг подался в политику и просто стал призывать голосовать за себя через телеграм-бот плана Перамога. Того самого, который якобы создан для решительной борьбы с режимом, с оружием в руках, против режима Беларуси и в нужный момент, а момент уже который год никак не настает. Причем в эту рассылку «Голосуй за моя» попали еще и люди, которые не были участниками плана Перамога, но были в базе платформы «Голос», которая в 2020-м якобы проводила альтернативные интернет-выборы и насчитала в какой-то момент миллиарды голосов белорусов. Утверждалось, что их базы белорусов нет, и таблицы с фамилиями тех, кто зарегистрировался тогда там, не существует. Но это ложь. И правду написала лишь одно беглое медиа, но спешно удалила, потому что те, кто платит этому медиа, оплачивают и всякие голосования. А команды инвесторов, якобы независимые СМИ, выполняют мгновенно и безропотно. Любая цветная революция строится по одной и той же схеме. Есть официальная власть в стране, победившая на выборах. Но коллективный Запад выборы не признает, а признает якобы законным представителям народа кого-то другого. Это типа протопрезидент. В нашем случае госпожа Тихановская. А под ней что-то типа якобы законной исполнительной власти, коей по замыслу был назван офис Светланы Георгиевны. То есть Вечерка и все остальные его друзья и подружка. Они вместе с иллюзорным признанием получают финансирование и возможность кататься по миру, якобы представляя белорусов. Но США, как основной инвестор всей этой богадельны, вынуждены играться в псевдодемократию. Так что кроме диктаторки Тихановской, нужен и протопарламент. Коллегиальный орган, мимикрирующий под законодательный. Им тоже положены гранты и покатушки. Так что остальное беглое отребье в 2020-м быстро собралось в структуру под названием Координационный совет, который мгновенно был легализован на Западе. Европейский парламент быстро признал совет временным представителям народа. А господин Помпео, который госсекретарь США, даже призвал реальную белорусскую власть взаимодействовать с этим органом, перепутав, правда, этого органа название. Но, как называются органы, беглым все равно. Главное, чтобы орган приносил деньги. За без малого четыре года было несколько беглых попыток отжать статус легального парламента у Координационного совета. Создавались некие национальные советы, советы нации, советы советов с одной лишь целью. Те, юродивые, кто денег из Вашингтона не получают, стремились доказать, что вот их беглый парламент самый правильный, чтобы забрать деньги у тех юродивых, кому Вашингтон таки платит. Все ругались, плевались, стучали друг на друга в Минск, в КГБ. И вот наступил февраль 24-го, когда у Координационного совета окончились полномочия, что было прописано в их же документах. Но, как подтвердит оставшийся у власти нелегитимный Зеленский, когда нужно, Запад плюет и на демократичность, и на законность. Незаконный Координационный совет начал незаконные перевыборы из себя, незаконно избрав незаконный ЦИК, который тут же незаконно выбросил из гонки незаконно использовавшего базу перомоги и голоса Азарова. Еще беглые незаконно сокрыли от своих адептов. Массового голосования заведомо не планировалось, потому что ЦИК их не установил порога явки. То есть выборы состоялись бы, даже если бы проголосовали не 3% от всех беглых коллег, а даже 2 коллеги в штуках. То есть представляет Координационный совет не белорусский народ, и даже не беглых, а только голосовавших коллег, напомню, их 6723 человека. Это те, кто в электоральном процессе, простите, политические придурки, и все. У остальных акторов были свои понятные цели. Вот этого перца зовут Андрей Егоров, и вы могли и не знать, но он спикер беглого парламента прошлого созыва. То есть у него какая-никакая западная легализация была, а это всегда равно и денежка. Так что он очень хотел перелегализации посредством выборов. А еще сенсация для беглых. Избирательная кампания финансировалась американскими фондами NDI и Chemonics International, связанными с тем самым NET, Национальным фондом демократии. Они дали беглому циклу 60 тысяч евро с условием половину на организацию выборов, половину на рекламу, которой по факту не оказалось. Получал и распределял деньги, но есть ощущение, что сэкономил он себе прилично, как раз Андрей Егоров, который пока главный выгодоприобретатель от этих выборов. Все остальные скорее в жестком минусе, потому что по всем участникам выборов Следственный комитет возбудил уголовное дело, в рамках которого у 257 человек изумут все имущество, включая недвижимость в Беларуси. В выборах участвовало 11 партий, но кто победил, это несущественно. Боролись всего две группы, противники Тихановской и ее сторонники. У Светланы Георгиевны на носу политический прыщ. Вся ее западная легитимность выстроена на том, что якобы она в 20-м одержала победу на выборах. Ровненько в день выборов следующих, и эта ее псевдолегитимность рассыпается, а выборы у нас уже в 2025-м. Даже Вашингтон не возьмется натягивать эту сову на глобус и говорить, мол, ну она же победила на позапрошлых выборах. Одна группа беглых боролась за мандаты для того, чтобы после выборов в Беларуси объявить Тихановский импичмент и взять власть вместе с грантами в свои координационные руки. Вторая за то, чтобы перед выборами сказать, мол, раньше это была просто легитимная Светлана, а сейчас это Светлана плюс парламент в связке, а это уже как бы другое, так что начинается якобы новый пятилетний этап легитимности. Как силы распределяться внутри этого парламента, вот этих цыплят мы посчитаем где-то по осени. Но у меня для беглых одно «но». Вот этого ЛГБТ-зайчка зовут Сергей Подсосонный. Звезда Белсата вышел в эфир, пока три дня шло голосование, и выдал. Оказывается, супер-пупер система безопасности. Интернет-выборов тоже дырявая. Голосовать всем предлагалось по действующему белорусскому паспорту, и якобы система гарантировала идеальную идентификацию. Но сами беглые наклепали на принтере фейков и спокойно себе проголосовали. Сережа, конечно, Америку не открыл. По чатам белорусских диаспор уже сутки гуляла эта информация про дырявость системы. Так что к заслугам Подсосонного можно отнести разве ли что, что его внимание привлекли и эти дырочки. Нас же, я имею в виду пропаганду, особо привлекает вот строго как субъект вот эта госпожа Роза Турарбекова. Не потому что вот в наших фамилиях есть общая комбинация из трех букв, а потому что Роза до 2020-го очень любила эфиры гостелевидения и с удовольствием продвигала тезисы Александра Лукашенко. Роза хотела славы и денег. Так что сегодня госпожа Турарбекова фактически возглавляет протихановскую коалицию в беглом парламенте. И она от Т до А человек офиса. А нам, то есть Беларуси и ее реальной власти, выгодно, чтобы Светлана Георгиевна и дальше возглавляла иллюзию с нами борьбы. Так что мы тоже воспользовались дырочками в безопасности платформы для голосования и сильно в них поимели беглых. В этом нам помогла Белтей радиокомпания с их многотысячным коллективом. Пара манипуляций в фотошопе и кнопочка «Принт». И у нас есть множество псевдодокументов, в которых имена и фамилии заменены, а лица реальные, чтобы пройти видеоверификацию. Голосовали мы преимущественно за Турарбекову. Собственно, потому пропаганда и молчала ранее про эти их выборы, чтобы дождаться утвержденных результатов, а то подкрутили бы они проценты и сказали бы, что мы все врем. И вот теперь у нас для беглых два вопроса. Первый. Какое количество от 489 голосов за инициативу Турарбековой «Наша справа»? Это наших рук дело и в наших же интересах. И какой ее реальный уровень поддержки беглыми? И вопрос второй. 6723 голоса на выборах в Координационный совет белорусской оппозиции. Какой процент от них есть голоса «наши»? То есть, насколько сильно белорусский режим напрямую вмешался в их выборы в выгодную для себя сторону? Обо всем этом расскажу завтра в эфире ОНТ. Ах, да, еще мы взломали исходные коды их программы для подсчета голосов. Меня зовут Игорь Тур и я дополнил тему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok